привет всем зрителям и подписчикам youtube канала хоккей беларуси мы возвращаемся с новыми блогами на этот раз в центре внимания парнем возрасте до 17 лет им также предстоит сыграть на кубке сириуса в сочи а мы за предстоящие две-три недели постараемся максимально близко вас познакомить с парнями показать все за кулисья этой команды ну а вы чтобы не пропускать обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал мы поехали вот уже несколько дней наблюдаю за тем как парни тренируются и вот то что бросилось глаза наверное это работа вратарей достаточно необычная такая новая используют в своей работе именно на льду какие-то гимнастические резинки плюс различные приборы там планшетом у тренера вратарей есть какие-то упражнения достаточно интересно и попытаться немножко разузнать об этом безусловно бедре и владимир и дает очень прикольное упражнение из-за океана нос много упражнений из нхл вот мы недавно делали разминку калгари ну очень интересная и с резинками мы работаем активации прекрасный тренер прекрасные тренировки ну а какое самое интересное упражнение было потому что я увидел там несколько интересным было с планшетами когда показывали стрелки и мы должны были по этим стрелкам работать делать там всякие движения передвижения слайды ну в целом мы пытаемся развивать процесс да то есть технологии не стоят на месте поэтому то есть это один из таких методов да в тренировочных как направлен на когнитивные способности до спортсмена то есть мы заставляем его мозг работать более активно непредсказуемо то есть опять же что пошли что сказали до стрелки цвета то есть это может быть любая моду моделирование любой ситуации до для вратаря то есть в этих нестандартах условиях он пытается среагировать на то что показано планшете да это может быть любой стимул да в целом да это работа с мозгом как я уже говорил поэтому мы заставляем мозг работать активнее поэтому мыслительные процессы у вратаря происходит происходит активнее да и он быстрее начинает принимать решения в той или иной ситуации и тем самым это сказывается на его в целом понимание игры на его действия на площадке на льду мы было делаем более специфическое упражнение да где-то модуле моделируем какие-то игровые ситуации а на земле это в большей части в разминочной части тренировки мы используем там больше направлено как когнитивные тренировки так и в совокупности с тренировками на ловкость да на координацию движения ну еще есть один вариант до когнитивных тренировок с лампочками да опять же вратарь находится например в позиции на коленях да на щитках сидит или это может быть как на льду так и на земле мы смоделируем вариант на земле да и будут загораться различные цвета да и мы ему задаем стимул что при только при синем цвете он будет касаться и касаться лампочек а когда ты уехал два года назад я сидел дома играл в плейстейшн получается и папа говорит юр но надо закрепляться в шестом году динамо это за 6 год играл если будет все хорошо будет еще один прогресс на тебя пока что не скажу я его выпрашивал ну информацию и через час он сказал в цска возможно поедем и такой круто и в тот день я пошел на тренировку и получается проходит и не помню сколько месяц или неделя точно не помню и все мы уезжаем в москву и меня сразу подписывают как контракт какой-то и все вот там реально я целый час тут но сидел и такой папа отдай ну я я хочу знать куда как вообще оценишь для себя этот сезон он уже 2 адаптация наверно прошла оцениваю сезон отлично меня в конце сезона выбрали ассистентом провел сезон достаточно хорошо команда заняла первое место по москве на россию конечно не долго съездить на финал потому что проиграли на москве все и но так в принципе все отлично но отмыл с тобой в зале общались ты говорил что отличается немного подготовкой работа в зале от сэска в чем вообще главное отличие здесь и работа в циска отличается тем то что пацаны в циска они стараются везде а тут так сказать некоторые могут посмеяться ну это нормально некоторые могут просто про халтурить это уже не нормально но в циска за этим следят там большая конкуренция приходили много людей в течение сезона но никого не брали потому что у нас был хороший состав а у вас как вы живете в академии там или это просто нет получается кто не из москвы не из московского области им предлагают интернат а интернат это как циска снимают просто номера в отеле у них контракт наверно с отелем и вот мы живем в номерах в отеле по двое человек и как тебе не нравится хорошо хорошая атмосфера тренера до следят за нами это все отлично а следующий сезон где планируешь остаться циска конечно да сегодня суббота завтра у парней будет полный выходной никаких активации не в стайках не на чижовке поэтому сегодня у ребят двухсторонняя игра все очень серьезно игровые майки красные против белых ну и конечно с арбитрами проведут этот поединок команды все наверно максимально приближено к тем игровым условиям которые будут у команды рощинского в сочи на купли сиро цену и конечно не забываем что 12 числа еще предстоит игра динамо спб тоже довольно серьезный соперника хорошая проверка и сейчас наверное очень неплохая возможность того чтобы вкатиться и может как-то почувствовать партнеров потому что ребята будут действовать в тех звеньях в которых они работали на тренировках со счетом 44 заканчивается игра хавян забил на последней секунде можно сказать да потому что только забил хавян и сразу же у нас на чижовке погас свет он шикарная игра с точки зрения самоотдачи наверно да можно добавлять и нужно парням еще в определенных моментах тактики и так далее но все равно видно что все парни борются и все парни самое главное хотят закрепиться в команде и отправиться на турнир впечатление только положительные от игры да там сначала проигрывали по ходу игры но парни молодцы все собрались играли до конца проявили характер хотелось бы чтобы в сочи тоже все парни проявляли характер играли до конца мы с парнями очень хорошо сыгрались с маратом сами видели в большинстве два раза вышли на большинство два раза забили гол очень хорошая сыгранность у нас я думаю все будет получаться мне нравится таким получился первый выпуск нашего блога из юношеской сборной у 17 на следующей неделе парням предстоит поединок против динамо спб и конечно же финальный отсев перед кубком sirius а поэтому ставьте лайк этому видео нажимайте колокольчик чтобы не пропускать следующий ну и конечно подписывайтесь на канал если еще этого не сделали с вами был тимофей иванчиков до новых встреч увидимся